Девчонки, всем доброго дня, надеюсь, продуктивно, я тут подготовила для вас много интересностей, вот, и, конечно же, сейчас я, да, все, я включила запись, хотела, чтобы мы максимально положительно провели продуктивно положительное время, чтобы остались положительные эмоции, потому что, на самом деле, девочки такие девочки, иногда хочется всякие интересные, особенно в выходной, узнать секретики красоты, да, себя как-то побаловать, конечно, у нас проходят в офисе бьюти-девишники, но не всегда можно подприехать по разным причинам, далеко, состояние здоровья не позволяет, ну, вот, зум, спасибо ему, мы можем с вами бьюти-девишник провести здесь в онлайн-пространстве. Для того, чтобы меня не заносило, я включу, если не возражаете, презентацию, сейчас, секунда, в которой у меня все по порядку, что нам с вами нужно, вот, вы видите, да, сейчас мой экран, видите? Да, видим. Отлично. Вот, у нас с вами стартовал уже предновогодний каталог потрясающий, и в нем столько всего интересного, я сегодня еще раз его пересматривала очередной раз, положила себе в корзину всякие всячества, хочу с вами поделиться то, что я уже купила и то, о чем я планирую, да, то, что планирую купить, да, то есть из продуктов. Вот, вот у нас Люба присоединяется, но хочу вам напомнить, что мы с вами находимся в компании, которая продает продукцию через онлайн-пространство, да, то есть некоторые компании во время, скажем, пандемии, да, только учатся этому, да, то есть пытаются разобраться, как же оформить людям доставку, как они будут этим пользоваться, да, то есть не у всех все получается, не у всех есть возможность доставки в разные места, да, то есть вот у меня сейчас много квартир, то есть доставки нет у многих продуктовых магазинов и так далее. Девочки, у кого микрофон сейчас включен, пока вы ничего не говорите, можете его выключить для того, чтобы не, ну, не было тройного звука, да, договорились, если дома никого нет, одна ситуация, если кто-то там бегает, идет и рассказывает, лучше давайте пусть будет тишина. И так относительно интернет-магазина, да, то есть вы все имеете сейчас потрясающую возможность доступ к покупке продукции, да, через свой собственный аккаунт в Арифлейм, да, и сервис, который компании предоставляет, варианты того, что вы можете где покупать, где получать, в смысле заказа, у нас очень много. Надеюсь, вы во всем разобрались все абсолютно, про это не буду рассказывать, но скажу одну вещь, у вас есть два пути. Первый путь – это просто покупать себе и получать удовольствие. Действительно, безумно классные косметики, о которых я буду сейчас говорить, да, и второй путь – еще при этом зарабатывать деньги, да, но вот об этом чуть-чуть попозже я все-таки скажу. Ну, и давайте поговорим о каких-то продуктах, которые есть в этом каталоге. Знаете, когда я смотрела этот каталог впервые, я думала, блин, тут столько всего есть, чего нужно срочно взять, даже если мне это не надо, и я этим пользоваться не буду, я точно знаю, что это стопроцентное попадание в подарок девочкам. Вот эта туалетная водичка, я ее как бы люблю нюхать, я ей не пользуюсь, но она мне очень нравится, и я знаю, что когда я хочу подарить кому-то из девушек, ну, такого возраста где-то, да, давайте скажу, 45, да, то есть это стопроцентное попадание, потому что это цветочный аромат, он такой ненавязчивый, он такой достаточно стойкий, потому что он парфюмированный, да, и линейка Джордани, она всегда оставляет бесследно отпечаток, особенно самый-таки последний трендовый аромат, а этот аромат не так давно у нас вышел, да, и вот смотрите, цена у него в обычной жизни практически 1800, да, а сейчас можно купить за 899 рублей, это цена каталога, для нас с вами где-то, наверное, около 700 рублей, то есть, ну, вот подарок, туалетная вода, и можно что-то еще добавить, мне кажется, это отличная идея для покупки и подготовки к Новому году. Аналогично, вот есть Люсия, которая у нас классическая, это не классическая, это Люсия, которую мне, по моему мнению, да, то есть это более современное прочтение, если вернуться к Джордани, есть Джордани классическая, да, более такое, знаете, для более взрослых дам, а есть более современное прочтение, более мимишное, скажем так. И вот Люсия, она также более такая мимишная, и, кстати говоря, очень многим нравится, она такая достаточно свежая, цветочная, это касаемо подарочков, которые я бы хотела, чтобы вы тоже не пропустили. Ну, то есть, получается, за 600 рублей нормальный объем 50 миллиграмм, очень вкусный аромат, я считаю, что круто, подарите, опять же, беспроигрышно, я вот сколько знаю девочек, которые нюхали, что этот аромат, что этот, он всегда нравится. И вот эти ароматы, знаете, на самом деле, эти ароматы, которые у нас в каталоге представлены, то два этих со скидкой, то два других со скидкой, да, эти ароматы выполнены в дизайне, в таком классическом, модном, сейчас модно более лаконичные, скажем так, флаконы, и при этом цена со скидкой 669 рублей, да, то есть для нас с вами получается, ну, наверное, 500 с лишним, да, то есть ароматы 4 у нас. Один аромат у нас получается восточно-цветочно-древесный, это вот этот такой более розовенький, да, второй аромат, цветочный аромат больше содержит в себе, что там он содержит, жасмин, то есть доминирует жасмин, вот те девушки, которые любят такие ароматы конкретного цветка, да, вот здесь у нас представлен жасмин, есть еще и вишня, и есть, какой девчонки, сейчас вот забыла, ну, в общем, все 4 очень хорошие. Я считаю, что очень хороший подарок, и вот хотела бы, знаете, дать девушке одной, с которой мы познакомились, благодаря этой линеечке, да, в этой линеечке есть аромат вишневый. Танюш, я тебе хочу предоставить слово, да, несколько слов, расскажи про то, как ты познакомилась с компанией Ariflame, да, то есть просто, несмотря на то, что аромат действительно недорогой, но все-таки он тебя пленил. Таня. Оформила заказ, и через 2 дня счастливо его вдыхала, и практически, наверное, пол лета я жила с этим ароматом, и, наверное, пол флакона вот этого, он достаточно большой, 50 миллилитров, я его извела. Это хороший показатель того, как человек пользуется ароматами, когда у него целая коллекция вообще в принципе ароматов, там, шкаф, это долго рассказывать, поэтому... Ну, все-таки, Натаня, да, все-таки давай скажем про ценовую политику, то есть вот ты смотрела на сайте все вишневые ароматы, какая была там цена и сколько здесь, и второе у нас, Таня, она у нас этот, как это называется, маньяк ароматов. Да-да-да, то есть она не просто человек, который любит ароматы, она профи в ароматах, поэтому, знаете, если человек с таким багажом знаний о продукции именно парфюмерной, да, то есть он нюхач, можно сказать, выбрал Ари Флейм и достаточно недорогой, это о многом говорит. Ну, мне, конечно, хочется в свою коллекцию Тома Форда, которая называется Lost Cherry, ну, тут двояко, в английском языке можно перевести двояко это название, как потерянная вишня или потерянная невинность, которые, собственно, 50 миллилитров стоят порядка 18 тысяч рублей. Можно, конечно, сделать выводы о том, что вишню можно покупать за разные деньги, кто что может себе позволить, но... Я считаю, что вот это не хуже совсем. Единственное, что, конечно, поскольку это не та стойкость, которая заявлена там у Тома Форда, но благодаря тому, что здесь цена невысокая и миллилитров много, можно поливаться и там каждый час практически и наслаждаться ароматом. Ну, собственно, это не парфюмированная туалетная вода, все-таки туалетная вода. Ну, скажи, пожалуйста, знакомство с Ари Флейм у тебя началось все-таки с аромата вишни, а сегодня, да, то есть ты же не планировала весь Ари Флейм покупать, правда же? Нет, в тот момент я не планировала весь Ари Флейм покупать. Что на тебя повлияло, Таня, чтобы ты стала таким теперь фанатом Ари Флейм? Здесь, наверное, сыграло несколько факторов к тому, что я решила заняться, собственно, бизнесом, а не быть просто потребителем продукции, да, и, ну, а для того, чтобы привлекать людей, нужно, наверное, рассказывать о каких-то своих впечатлениях личных. Да, продукт нужно знать, там, какую-то теорию нужно знать, но когда ты получаешь непосредственно свой собственный опыт уже в потреблении каких-то вещей, каких-то линеек отдельных для разных частей тела, для волос и так далее, или просто для собственного, наверное, удовольствия, как там те же самые украшения, парфюмы, потому что это все больше эмоции, это все, это не та польза, на которую, наверное, можно рассчитывать, там, употребляя какой-то крем антивозрастной или еще что-то, да, или чтобы получать какие-то ухаживающие качества, а вот именно чтобы делиться своими эмоциями. И меня это затянуло, потому что я вижу, во-первых, результат, антивозрастная линейка действительно работает, я чувствую, как у меня улучшается качество кожи, хоть на самом деле еще период небольшой, но я думаю, там, через год я уже могу тоже, как Света, сравнить две фотографии и показать свои результаты, да. Ну и, собственно, те эмоции, которые мне дарит каждый продукт, вот буквально тут мы за пять минут того, как началась наша встреча, я девчонкам рассказывала, что у меня, ну, поскольку вы уже услышали, что я помешанная на ароматах, я сейчас на двух ароматах просто застряла, последние пару дней я сижу и просто пузыречки эти нюхаю, но это не парфюм, это вот умывалка и гель для душа из распродажи, которая сейчас идет, да. Могу сказать, что я, если говорить про Novage, в запахах очень сильном, мне нравится ночная маска, вот прям как она пахнет, поэтому я ее тоже достаточно часто пользуюсь, не только из-за тех условий, которые она предлагает, что я буду выспавшаяся на следующий день, несмотря на то, что я там поспала пару часов, да. Мне очень нравится запах и вообще результат от, это у нас крем-скульптор для шеи, ну, поскольку я уже девочка 40+, что называется, поэтому мне этот продукт очень понравился и по качеству, и по запаху, и, в принципе, как все это вот оформлено, и не хуже люксовых всех линеек, которые стоят гораздо дороже, гораздо дороже, это я как человек, который этим всем пользовался до этого, могу точно сказать, и мне нравится крем антивозрастной для рук, вот если тоже говорить про линейку Novage, тоже запах, руки, какие утром руки, после того, как я его намажу и надену те же самые перчаточки, которые у нас тоже продаются, поэтому все, что я заменила, уже, наверное, ну, в ванной уже точно все заменено, из декоративки еще чуть-чуть что-то осталось, да, не рефлеймовского, но оно уже тоже все заканчивается и в самое ближайшее время тоже однозначно перейдет в рефлейме, если оно, что-то подобное есть в рефлейме, да, если про это говорить, ну, мне все дико нравится, и я могу делиться этими впечатлениями с другими людьми для того, чтобы привлекать людей на продукт, собственно, да, потому что очень много, люди просто полистают каталог, если говорить про какие-то холодные вещи, продажи, да, то они из каталога ничего себе точно не вынесут, а когда девочки, мы же такие девочки, мы послушаем, и мне тоже надо, это вот гораздо лучше работает, чем просто полистать книжку с картинками, поэтому, наверное, вот такие вот мои эмоции. Спасибо, Танечка, большое, я просто специально Таню попросила поделиться, потому что Таня у нас приезжает на субботние всегда в юти-дивишнике в офисе, мы там, конечно же, делаем спа-процедуры, мы делаем масочки, мы наносим на вейдж, мы иногда красимся, мы много чего там делаем, но Татьяна, она у нас не из тех людей, которые все на себя машут, она обычно с ней приезжала, и максимум, что она делала, бархатные ручки, все остальное, она просто аккуратно, осторожно, ну, время такое, да, наверное, надо немножко быть аккуратным и осторожным, да, то есть, ну, как бы не все на себя прям сразу, но тем не менее, даже просто наблюдая и слушая, да, любовь к продукту пришла. Спасибо, Танюш, большое. Вот, мы с вами двигаемся дальше, и некоторые вещи, Таня, ты уже рассказала про то, о чем я тоже сегодня собираюсь рассказать, но, думаю, не страшно, если мы, да, поделимся вместе. Я не хотела пропускать вот эту туалетную водичку, это касаемо тех ароматов, которые не задорого для подарочков. Вот, знаете, есть такая категория людей-мужчин, которые любят слащавые ароматы, вот мальчики обычно это, и не буду говорить, какая национальность, но не сильно русская национальность любит слащавые ароматы. Так вот, вот этот аромат Эксай, Дима Билана, да, это сейчас вот как раз-таки с хорошей ценой, я всегда его беру, честно, вот, и он у меня лежит в шкафу, и как бы бывает такой момент, когда надо срочно, не задорого подарить что-то, да, мужчине, и примерно вкусовые, когда ты понимаешь, да, то это стопроцентное попадание. Если человек любит все-таки более такие дорого звучащие ароматы, то тогда фаворит сегодня мой это позе Сикрет мужской. Да, он дорогой, но он парфюмированный, в смысле дорогой, сейчас ароматы в магазинах, да, в Литуале в том же не купишь за полторы тысячи рублей. Сегодня этот аромат с хорошей скидкой, да, то есть я считаю, что это достойный аромат, он такой достаточно свежий, у него есть и древесность, но и в то же время такой, знаете, манящий. Вот есть такой аромат, когда мужчина прошел, ты его не видишь, остался шлейф, ты его почувствовал и хочешь посмотреть, что там за мужик вкусный пошел. Вот это как раз он, да, вот для меня это он. Вот, так что обращайте на него внимание. Ну и моя любовь любовная во все времена – это аромат Love Potion. Смотрите, кто-то может понюхать этот аромат, там, потереть страничку, взять пробничек, сказать, ну не мое, это слишком сладкий аромат, не мой, это совсем не мой. Это неправильное вообще отношение к этому аромату. Изначально этот аромат Love Potion создан, Тань, если ты переведешь дословно, было бы неплохо, да, был создан для соблазна, то есть это аромат соблазна. Как он переводится? Ушен, не знаю, сейчас посмотрю. Вот, ну это аромат не тот, которым ты побрызгался и пошел на работу. Это аромат для продолжения таких отношений с мужчиной, поэтому здесь входят афродизиаки, сильные афродизиаки. Вот, например, с левой стороны аромат красный, да, такой более яркий. Аромат содержит в себе шоколад молочный и обычную красную клубнику. Достаточно такой насыщенный, концентрированный аромат. Вот, раньше в нем даже было масло массажное с этим ароматом, именно для, как раз-таки, для продолжения вечера, чтобы можно было мужчине с женщиной чем-то еще заняться, да. Вот, второй аромат... Любовное зелье, прости, пожалуйста, любовное зелье. Вот. Да, поэтому слово устаревшее, поэтому я его не знаю. Вот, вы знаете, зелье, это вот как раз для этого. Второй аромат для тех, кто не очень любит прям такой концентрат, да. Вот этот розовый с бантиком, там маленькая такая картиночка нарисована, да. Этот аромат содержит белый шоколад и белую клубнику. Он понежнее. Вот он мне, кстати, больше нравится, если выбирать нравится, не нравится. И третий аромат, который сейчас у нас вышел, он более ванильный, восточный. Вот все ароматы, кстати, в огромных вот таких коробках. Вот. И ароматы сделаны так, кто смотрел фильм «Парфюмер», там все время говорили про каплю, за которой, как маньяки, да, там вот так все шли, да. Вот у меня ассоциация этой капли, да, то есть аромат в виде капли. Да, здесь более темные флаконы с таким блестящим напылением. Ну, вот, в принципе, он очень такой насыщенный, восточно-пряный, фруктовый, на самом деле хороший аромат, но, опять же, это не для того, чтобы побрызгаться и пойти погулять по магазинам, да. Потому что вы сами не представляете последствия, да, то есть люди же будут на вас неадекватно реагировать, потому что это аромат соблазна. Понятно, да, девчонки, что не надо его выбирать, не знаю, куда телефон взять, не надо его выбирать с целью нравится, не нравится. Вы можете просто определиться в том, какой насыщенности вы хотите, да, какую насыщенность излучать на том свидании с тем мужчиной, где у вас будет продолжительный вечер. Понятно, да? Идем дальше. В общем, это был соблазн. Моя, знаете, номер один любовь сегодня, это аромат эссенция. Кто знает, есть аромат сам по себе с 50 миллилитров, а это его младшая, скажем так, сестра этого аромата, да, то есть она выглядит вот в таком вот плафончике. И сейчас она с мега скидкой 799 рублей, и этот аромат как раз-таки в отличие от основного, там, где-то 50 миллилитров, да, здесь 30. В чем разница? Он более концентрированный, более насыщенный, приравнен к духам. И наносится он, с ним нужно аккуратно, да, здесь вот такая стеклянная пипеточка, да, то есть и когда он дотрагивается до тела, эта пипеточка, да, то есть выпускает аромат. То есть вот он вот такой насыщенный, очень мне тоже нравится, цветочный, и там тоже есть вот это плюрдоранж, да, нота цитруса, да, то есть вот эта запатентованная технология, но он нежнее, чем тот основной. Вот я его очень люблю, то есть, в принципе, и коробка у него очень красивая для подарка. Ну, подарок, самое главное, девчонки, я вам буду говорить сегодня все время про подарки, но на самом деле главный подарочек это ты сам и значит надо себе дарить, потому что это реально бриллиант в нашей коллекции, коллекции ароматов, да, то есть и по настроению, всегда бывает такое настроение, когда хочется пахнуть именно так, вот честно скажу. Идем дальше, и хочу обратить ваше особенное внимание на то, что в этом каталоге сейчас представлены, ну, не хочу я покупать целый аромат, да, целый флакон, или второй вариант, хочу этот аромат носить с собой, да, и вот здесь как раз представлены ароматы позе, экла и мой любимый Джордани эссенция. Смотрите, сейчас вам покажу, как они выглядят, они выглядят вот в таких вот пузыречках, здесь также есть, да, этот распыляющий, да, вот можно освежить себя. Я люблю эти такие маленькие объемчики, для чего? Две вещи. Первое, опять же, для подарочков, потому что стоит 250, по-моему, рублей, если я не ошибаюсь, да, один аромат, и купи несколько, положи в шкафчик, и когда станет денег, когда тебе что-то хочется, маленький-маленький презентик, да, можно подарить то, что это все красиво сделано, в красивой упаковке. Второе, за что я люблю, бросил в сумочку, да, такой сумочный вариант. Либо, когда ты едешь куда-то, да, ну, ненадолго, на несколько дней, чтобы не тащить, я не знаю, там, большой какой-то флакон, да, с 50 миллилитрами, берешь маленький аромат, и он тебе всегда пригодится, и здесь это не тестер, да, то есть аромат такой же стойкости, в отличие от аромата, который, если мы возьмем в тестеров, да, в маленьких пробочках, все знают, да, что тестер сделан для того, чтобы человек почувствовал все три ноты сразу, потому что основной аромат, вот основной аромат, он имеет настоящие масла, настоящую композицию, и, конечно же, первая нота раскрывается в течение, там, 5 минут, 10, и держится где-то час-два, смотря какая стойкость аромата, когда два часа проходит, появляется нота сердца, да, она держится еще сколько-то времени, в зависимости, опять же, от стойкости, и потом остается нота шлейфа, да, то есть, и вот для того, чтобы выбрать правильно аромат, надо почувствовать все три ноты, да, но если вы побрызгаете аромат на себя, то есть примерите его на себя, нужно с ним походить, погулять, потому что первая нота может понравиться, нота сердца может не понравиться, может раздражать, от него вообще тошнить начнет, да, вот, или наоборот, первая нота покажется странной, но через буквально уже полчаса, полчаса, час, полтора, она становится другой, наоборот, она более тебе, ну, как-то подходит, поэтому надо примерять. Но вот пробнички сделаны так, вот наши пробнички маленькие совсем, да, с такой палочкой, они сделаны таким образом, чтобы в течение, знаете, скажу, 10 минут вы почувствовали все три ноты. Это говорит о чем? О том, что этот пробничек быстро выветрится, то есть это сделано так, чтобы он быстро раскрылся и быстро ушел, да, и поэтому, когда вы сами дарите кому-то пробнички, себе покупаете, типа куплю себе 15 пробников, у меня будет 15 духов, у вас будет ассоциация о том, что Арифлейм нестойкий, это не Арифлейм нестойкий, да, это Арифлейм-тостойкий, просто тестеры сделаны для другого, все поняли меня? Поэтому вернусь к вот этому флакончику, это не тестер, это все-таки нормальный аромат, стойкий аромат, настоящий, который будет держаться, как ему и положено. Вот, хорошие подарочки, обратите на них внимание. Туши. Вот смотрите, в этом каталоге сейчас мега объемные вот эти туши с очень крутой скидкой. Каждый может выбрать свою кисточку, но, честно скажу, главное приноровиться. У одной туши вот такая кисть, смотрите, она очень пушистая, очень, с такой волнистой линией. На самом деле, очень хорошо подстраивается под твой глаз, но если ты привык к тоненькой кисточке, надо сначала дома порепетировать, потому что здесь объем, ты можешь сразу себе ляпнуть в глаз. Но плюс какой, она хорошо расчесывает, хорошо подымает, она очень такой вот объемно-кошачий взгляд делает. Это прямо точно, абсолютно. И вторая тушь, если все-таки пугает кончик утолщенный, она похожая, но более ровная с тоненьким кончиком. То есть тут нужно самой понять, какая бы уж подходит. И слушайте, и цена вместо 500 рублей, 199, это получается для нас, Тань, ты сейчас с микрофоном, сколько тушь стоит? Спросила так, спросила. Я без калькулятора не человек. Это 20%, да, то есть получается где-то, наверное... 153 рубля. 153 рубля. Вообще, девочки, подарок для себя в первую очередь взять обе, попробуйте, чтобы знать, что рассказывать. Ну а если взять несколько, то это также можно подарить. Обожаю вот этот карандашик, который представлен в четырех цветах. Я просто сижу за своим туалетным столиком, сейчас найду свой, и вам его покажу. То есть у меня вот уже такой не очень большой. Я очень часто покупаю карандаш каяловый, то есть натуральный он звучит. И этот карандаш я наношу всегда во внутреннюю часть века для того, чтобы белок стал белее, и вот сюда на уголочек. То есть глаз сразу более рассвернутый, становится более раскрытый. А цвет вот этот вот натуральный не выделяется так, потому что если бы это был белый кипельный, как потолок, то тогда было бы видно, что я что-то нанесла. А так как он натуральный, то ощущение, что это просто вот кожа глаз там, да, вот эта внутренняя слизистая, она такого цвета. То есть это такой лайфхак, обязательно покупайте этот карандаш, когда он со скидкой, он достаточно мягкий, он не раздражает глаз, и очень хорошо прокрашивает, да, вот эту белую, здесь розовую кожицу. Остальные темные оттеночки я не покупаю, потому что я пользуюсь более, ну, сейчас расскажу про какие карандашки, хотя кто любит мягкие карандаши, они поддаются растушевке, они действительно классные, хорошо точатся нашими точилками. Точилки у нас, кстати, очень крутые, главное не точить обычные карандаши, те, которыми дети красят раскраски. Потому что одно только, один раз, если поточить этим карандашом, все, он прекратит точить ваши, ваши-то карандаши для глаз. Договорились? Ну, карандаши у нас классные, они всегда обычно с двумя отверстиями, потолще, да, карандаши у нас бывают, да, и потоньше. Вот эту вещь, я не знаю, вам видно, не видно белое вот это средство, попробую передвинуть вас в эту сторону. Смотрите, белое средство, которое, здесь и тушь, кстати, очень классная, она очень классная, особенно для тех, кто боится той пушистой кисточки, сейчас эта тушь с хорошей тоже скидкой, она дает объем, и у нее вот эти силиконовые зубчики хорошо прочесывают и немножечко подкручивают глазки. Но вот эта белая штукетция, кто-нибудь, не знаю, покупал или нет, это классная вещь, которая является основой под ресницы, да, то есть под тушь, то есть она белого цвета, ты ее наносишь, во-первых, она содержит в себе питательные компоненты, которые ухаживают за ресничками, чтобы они у нас не выпадали, не ломались и так далее, они, когда ты наносишь, застывают и являются как колпачки, знаете, на каждую ресничку, которые не дают возможности портить красящим компонентам, высушивать ресницы и так далее. Так еще и суть этой штуки, она дает еще более объемные ресницы, поэтому если там, знаете, как сможешь смотреть на свои ресницы и видишь, знаете, как в два ряда и полу такие, да, это поможет восстановить А и Б, сделать их более пушистыми, да, особенно если они редкие. Вот классная штука. И внизу щипчики для завивания ресниц. Я сама этим не пользуюсь, потому что мне достаточно тушь, которая помогает это делать. Но есть такие девочки, наверняка вы таких видели, у которых изначально ресницы растут вот так. Кто-нибудь видел? Вот так. И чтобы они не делали, красят, а они все равно вот так не смотрят. Вот для таких девочек вот эта штука, это палочка-выручалочка. Прежде чем красить, нужно просто одеть эту штучку на реснички, слегка нажать и после этого начать красить. Они сразу загибаются, как будто, знаете, горячим феном накрутил волосы. Это то же самое, только это не горячие, а просто само немного раз. И загибает, и после этого сразу тушью наносишь. И действительно очень хорошо, суперско работает. Идем с вами дальше. Если нас отключат и нас выкинут из этой комнаты, мы с вами возвращаемся по той же ссылке. Договорились? И хочу затронуть вот эти две помадки. Очень мне нравится, я их даже приготовила. Помада, которая я в темной упаковочке, вообще помада с вами размером вот таким. То есть это вот если сравнить с тушью, то она как бы такая, не очень объемная. Видите, она такая маленькая, помадка-карандаш. Здесь вот представлено много цветов. Но самый мой любимый, хотя у меня есть там и фуксия, и еще разные цвета, розовый, нерозовый, всякие разные цвета у меня есть. Я все равно люблю вот этот оттенок, самый светлый, самый верхний. Я эту помаду ношу с собой, могу без зеркала краситься ей. Вот, то есть она натуральная и дает правильный нюдовый такой цвет. И она не совсем беж, у нее есть пигмент розоватости. То есть и губы выглядят очень натурально и красиво. Плюс очень такая матово-пластичная текстура, которая приятна, вот прям именно приятна на губах. И даже когда она немножечко стирается, все равно пигмент, вот он немножко остается на губах. Мне очень нравится. А вторая в серебряной упаковке, раньше эта помада у нас называлась энергоблеск. То есть она не плотная, в отличие от правой помады. Здесь плотный оттенок. С этой стороны помады, они имеют цвет, но больше они полупрозрачные, потому что эффект этой помады – это сиять. Вот у меня один из оттенков есть, вот смотрите, вот такой вот. И если я сейчас нанесу ее поверх, то вы увидите сразу сияние губ. Но когда искусственное освещение, или ты вышел на улицу на солнце, это, знаете, 3D-объем блесок, вот прям 3D-объем блесок. Если ты даже где-то там весь день ходил, и у тебя была только она, можно, кстати, да, вы поняли, нанести помаду цвет, а сверху добавить вот этот энергоблеск. А можно накрасить просто энергоблеском, и когда, даже если ты ей накрасишься просто без всего, да, только энергоблеск, когда она немножечко стирается, у нее вот потрясающий эффект, остаются вот эти частички, частички помады, блесочки вот эти, и они продолжают немного мерцать. То есть это тоже очень красиво. Вот, в общем, классная штука, очень-очень рекомендую, тем более цена 199 рублей, и, как я понимаю, 153, да, Оля? 153 рубля помада. То есть если мы возьмем в подарок, да, там, помаду плюс тушь, да, то есть на 300 рублей, вот уже тебе, пожалуйста, хороший, потрясающий подарок самой себе в первую очередь, да, потому что говорили, что мы себе в первую очередь делаем подарки. Свет, можно добавить про помаду энергоблеск? Я просто не пользуюсь помадой, и как раз энергоблеск – это палочка-выручалочка тому, кто надо... Для тех, кто не пользуется помадой, но там для тех, кто... Кому надоел блеском, надоело уже пользоваться. И энергоблеск – это реально ты с закрытыми глазами накрасил, без контура, без всего, и всегда красиво. И смылась красиво, и накрасил красиво. То есть вот реально для тех, кто не красит губы, но хочет попробовать. Вот правда. И каждый раз думаю, блин, это же надо контур, это же надо вот это. Да я сейчас накрашусь как дура, вот что я пойду? Ну вот реально это для тех вот, у кого такая же ситуация, как у меня. Я хочу сказать, что и вот эта помада номер один, которую я накрасила, она именно с таким же эффектом. Да-да-да, у меня их две как раз и есть. Вот эти. Да, вот эти две. То есть это скорая помощь, быстренько хоп-хоп. Вот я сейчас специально стерла, но у меня вот остались частички, вот эти, я не знаю, вам видно или нет, они прямо мерцают, сверкают, у меня здесь еще лампа селфи, я даже через камеру вижу, насколько здесь много вот этих блестящих частичек. Почему я стерла? Потому что хочу вам показать еще свою любовь, но это любовь, когда ты хочешь прямо такие, знаете, вот именно такие идеальные губы, прямо крутые губы, например, на мероприятие, на Новый год опять же, прямо такие подходящие под цвет наряды и так далее. Номер один помада, Giordani, которая в золотой упаковке, она содержит очень классные текстуры, кремовая текстура, она содержит витамины, она питает губы, такая пластичная. Я ее и вам сейчас показывать не буду, покажу вам помады, которые мне нравятся еще, это когда очень надо быть, чтобы была стойкая. Не стала вам всю свою коллекцию доставать, у меня, по-моему, все оттенки, кроме самой последней. Вот, и чем она мне нравится, эта помада? Во-первых, потому что у нее вот здесь вот этот аппликатор, да, который очень помогает даже без контура сделать красивые губы. Во-вторых, когда ты ей красишь, если нет контура, ты все равно четко попадаешь в линию. В-третьих, когда ты ее нанес, она впитывается в губы и остается на весь день, да, то есть вот она такая, то есть и оттенков много, и все оттенки более насыщенные, чем, я не стала, конечно, красные вам тут губы сейчас красить, но все равно оттенки достаточно насыщенные, то есть они дают такую хорошую, скажем так, плотность на губах, и стойка держится. Но если сравнивать с помадой, которая была у нас в прошлом каталоге и сейчас она идет, продолжает идти, да, то есть вот она сейчас у меня станет более матовой, такой бархатистой на губах, когда впитается, и если сравнивать эту помаду с той, поняли, да, о чем говорю, новинка, которая стойка, и эта помада, она все-таки, если она сейчас подсохнет, дотронулась, она немножечко отпечатывается, та совсем не отпечатывается, но у этой другая немного текстура ощущений на губах, то есть вот не стянутость, и ничего такого нету, но стойкость при этом присутствует. Не знаю, я очень ее люблю, да даже сама упаковка, понимаете, вот такую достал помаду, это просто умереть не встать. Вот, идем дальше, и я бы хотела с вами поговорить про несколько вещей, которые я обожаю для того, чтобы придать своей коже именно идеальный вид, да, потому что мы все с вами не идеальны, но я считаю, когда смотрю на вас, что вы прям, у вас безупречная кожа, и безупречные глаза, и безупречные губы, но знаю, девочки, знаю, подхожу к зеркалу, да, смотрю и говорю, тут что-то не так, тут у меня тоже что-то не так, и цвет у меня вообще не такой, да, мы же так, мы критично относимся к себе. Именно поэтому я вообще очень рекомендую обратить внимание на средства, которые дают нам с вами возможность именно сделать наше лицо безупречным. Это новинка каталога, как раз таки корректирующая база под макияж, она вот такая вот прям, ну коробочка тоже такая чуренькая с золотыми этими, да, она, конечно, не дешевая, но я очень вам рекомендую себе любимой подарить эту вещь, потому что в ней безупречная формула, жемчужные частички, которые содержат в себе такую водную текстуру, которая увлажняет кожу, и самое главное, в ней есть гиалуроновая кислота, которая придает лицу более такой молодой, ухоженный вид, нежный такой оттенок кожи, делает, да, вон Танюшка хвастает, потому что это реально, знаете, такая штука, которая делает твое лицо фарфоровым, да еще и помимо, она умная, понимаете, когда ты вроде добиваешься идеальности, она еще делает твою кожу реально более здоровой, потому что эти компоненты, которые входят в состав, они работают над тем, чтобы мы стали моложе и красивее, да, не важно, сколько вам лет, но все равно всегда хотим на год, на два стать моложе, согласны же? Идем дальше, и дальше у нас с вами, я, наверное, вот перепутала слегка, давайте вот на этот слайд, а потом обратно, есть несколько вещей, которые еще больше сделают кожу мега идеальной, я подчеркнула в этом каталоге, конечно, оно не со скидкой, но я очень хотела вам это показать, поэтому решила показать, да, то есть это мой любимый тональный крем, адаптивный, который подстраивается под твою кожу, идеально крутой, Оль, забыла, какой мы оттенок взяли, который подошел теперь всем, это замена слоновой кости, скажи цвет, который мы с тобой взяли, натуральный беж, вот натуральный беж подходит всем, мы проверили, потому что реально он подстраивается под свой цветотип, у меня вот Оля, она темнее, чем я, а я бледнее, чем она, но у нас при нанесении он одинаково идеально сидит, понимаете, да, то есть классная штука, если будет со скидкой в ближайшее время, обязательно возьмите, обязательно обратите внимание, сейчас со скидкой кисточка для нанесения тоналки, вообще все наши кисти, они очень-пре-очень крутые, она вот такая плоская, то есть она очень удобно помогает прокрашивать все средства, да, которые, у кого-то звук делает все, все средства, да, то есть очень хорошо прокрашивает носогубку и так далее, то есть классная штука, сейчас со скидкой, да, когда будет со скидкой вот такая штука, вы тоже ее берете, просто не знаю, как она будет, это для профессиональных кистей, да, такая косметичка, в которой у меня хранятся часть кистей, часть. Следующая штучка, тоналку нанесли на лицо, очень крутая вещь, это вот этот вот стойкий консилер, я отрезала от каталога второй, потому что этот более, скажем, удачные формулы, более плотные текстуры и очень хорошо маскирует, то есть у него, вот у меня самый светлый оттенок, я считаю, что самый светлый оттенок идеально помогает убрать синеву и серость под глазами, то есть он делает более идеальную кожу. Более того, все наши консилеры, которые рассчитаны на глазки, мне кажется, у Любы микрофон включил, если не сложно, выключи, делает идеальные глазки, и чем он мне еще нравится, консилер, тем, что у нас очень тоненькая здесь кожа, и вот такое средство под глаза наносить нельзя, потому что в течение дня в мимические морщинки он забьется, и это будет некрасиво, и будет видно, так вот, вот эти наши консилеры, они настолько с прозрачной формулой, что они впитываются, хорошо маскируют, и в течение дня его не видно никогда. Причем эта штука классная тем, что когда вы нанесли, вам кажется, что плохо замаскировал, можно нанести жирный слой, подождать буквально минутку, чтобы он впитался, и потом попробовать растушевать, то есть он тогда более плотно ляжет, но не будет виден взгляду людей, то есть это самое главное. Следующая жидкая такая штукетция, которая мне очень-очень нравится, это жидкий хайлайтер, который сейчас в каталоге есть, вот такая бутылочка, да, немаленькая, и здесь такая вот пипеточка, и он жиденький, и пока у нас еще кожа влажная, потому что мы нанесли с вами тоналку, еще что-то там нанесли, да, то есть мы вот сюда наносим несколько буквально капель, ну, это мое лицо, моя штучка, поэтому могу возюхать по себе, вот, и по носицу, по переносице, и в этот момент, смотрите, он, видите, такой вот жемчужно, такой натуральный оттенок, ты разносишь это на височную зону, на зону скулы, вот так вот растушевываешь, и придаешь более такой сияющий цвет кожи, переносицу вот сюда обязательно, потому что переносица становится еще более ровной, над губой для того, чтобы не колоть губы, чтобы такой эффект был, да, а чтобы эффект был благодаря вот этому хайлайтеру, то есть она слегка, как будто бы губа приподнялась, то есть вроде не видно, но губа как будто чуть-чуть приподнялась. Что-то все пропало. Пропало? Алло, алло, гараж? Да вот как-то видео скачет, то вот, нету видео, то есть. Ну, ты сейчас пропала, но уже появилась. Появилась, да? Уже да, есть. На каких словах я куда-то делась? Куда нанесла, показала, вы видели? Это да. На губу, на верхнюю часть губы чуть-чуть наносим и пальчиком растушевываем, чтобы губка в этот момент как будто приподнимается, но не в смысле завернулась, а в смысле ощущения припухлой губы, да? То есть это же вот прям красиво получается и переносица. Вот. И дальше нам нужно все это мероприятие закрепить. А закрепить мы можем с вами на нижнем вот шариковый румяна, вы видите, да? Три цвета. Два цвета, это больше степени для два верхних. Это для придания румяна, да? Для очень смуглых людей можно наносить на все лицо. А вот нижний, вот те такой вот оттеночек, где там все есть и зелененькое, и розовое, и белое, вот они у меня такие же есть. В старом дизайне баночка, но суть та же. То есть для чего это? Это уже пудра. То есть вы берете большую кисть, опять же я вот беру большую свою кисть, вы набираете этот оттенок, у вас не будет зеленое лицо, розовое или белое, но она подстраивается под ваш цвет кожи и фиксирует все, что вы нанесли. Тоналка там у вас, помните, да? Хайлайтер. То есть и она не дает никакого цвета, она оставляет тот цвет, который есть, но выравнивает за счет зеленых, розовых, белых, золотых этих шариков, выравнивает, делает еще более идеальное лицо. Поэтому я ее очень-очень люблю, обратите на нее, пожалуйста, внимание, потому что все румяные, все шарики, я имею в виду, они у нас очень часто стоят полторы тысячи рублей. Сейчас, в общем-то, 599, кто у нас быстро умеет считать, для нас с вами это получается, ну, я думаю, что, наверное, 500, это уж как минимум, да? Вот. Идем с вами дальше, вон Танюшка считает. Есть еще одна вещь, которая тоже в этом каталоге очень актуальна. 480. 480. Ну вот, смотрите, прям 480 в шикарной коробке, шикарный подарок, да? В общем, еще одну вещь, которую хочу показать, это вот эта кисть, которая вот такая вот, она, смотрите, клевая, да? То есть, очень удобно делать и румяна, и коррекцию лица, и палетка для контуринга. То есть, коробочка вот такая вот, с обратной стороны, подсказка, куда что наносить. У меня две коробочки, это старый дизайн, да? А это вот уже новый. Ну, остается старого дизайна, цвет, который уже был, который на экране, и появляется у нас новый оттеночек. Сейчас я оба открою, чтобы вам показать, чтобы вы понимали разницу. Смотрите, вот это новый оттеночек, видите, здесь более такой терракотовый цвет румяна, а на экране в каталоге представлен вот этот более розовый. Ну, вот очевидная разница, да? Розовый с терракотовым отличаются. Холодный, например, под мой сегодняшний имидж подходит, да? Голубое, холодное, поэтому я вот нанесу сейчас на яблочко, то есть мы улыбаемся, у нас появляются такие стучки, на эту штучку мы наносим этот вот румянец, нежно-розовый, терракотовый, это тогда, когда у тебя теплый макияж, ну, или у тебя очень смуглая кожа. Здесь хайлайтер чуть-чуть отличается, он более золотой, здесь похолоднее. Если мы сравним, то вы увидите, что у них чуть-чуть маленькая разница в пигментации. Очень удобно, что с обратной стороны есть подсказка, куда что можно наносить, да, что нужно наносить. Но я вам сделала вот такой слайд, где становится понятно, куда что наносить. Так вот, смотрите, более темный оттеночек, который у нас вот сам хайлайтер, в смысле, сам контуринг, вы наносите на нижнюю часть скулы, более насыщенная, это вот сюда, вот сюда, и чуть-чуть растушевываете вниз. Вы наносите по росту волос, темный оттеночек, вот так вот наносите. Вы наносите тоненькой кисточкой, очень удобно использовать кисточку, сейчас вам покажу, какую. либо вот эту, вот такую кисточку в Арифлейм, да, либо есть двухсторонняя, там тоже такая, более короткие щетиночки. Вы берете этот темный оттеночек и наносите на крылья носа, да, из вот эту часть. Незаметно. Цвет такой, который даже не видно, но благодаря этому нос становится более ровный. И растушевываете вот сюда. То есть, ну вот не видно, да, что я тут себе два пятна коричневых нарисовала. Вот. Если носик длинный, то вы еще можете по кончику, да, вот так вот пройтись. И вот этот контурик вы прямо наносите смело, не боитесь, он не сделает вас какой-то там тут полосочка, тут квадратик, да, то есть его удобно наносить. Да, розовенькое или персиковое, да, вы наносите на яблочко. И вот этот сам хайлайтер, который по центру, да, вот именно этот, вы берете его смело и фиксируете, как вот мы наносили мокрый хайлайтер, да, вы можете заменить мокрый сухим. Точно так же по спинке носа, над губой, даже удобнее сухим наносить. И вот здесь вот на височной зоне. То есть вот такое получается сияющее лицо и очень-очень удобно с этой палеткой. Ну, в общем, она как палочка-выручалочка, обратите на нее внимание. И эти продукты. Ну, то есть это вообще просто мега классная вещь, которую я вам хочу показать. Вот я прям приготовила с правой стороны у нас появились новые оттенки в линейке карандашей, стойких карандашей теней. Я сейчас сделала макияж при помощи этих карандашей теней. Очень люблю все оттенки, но для дома самые нужные оттенки это вот этот вот цвет шампанского. То есть смотрите, цвет шампанского. Вот он вот так выглядит. Если я его нанесу на ручку и растушую, то он дает вот небольшой такой, не знаю, видно вам или не видно, такое вот небольшое сияние. Вот так видно, да? Сияние. Его можно растушевать, оно станет совсем прозрачным. Его можно нанести, вот я сейчас сверху своего макияжа специально нанесу на внутреннюю часть века, и вы сейчас сразу видите, что у меня вот здесь уже что-то сверкает, да? Видно, нет? Видно? Да, видно. Вот. То есть это вот прям очень классно. И чем мне нравятся эти тени? Эти тени, они как будто бы жирные, да? Но ты когда их нанес на века, растушевал их, они становятся мгновенно сухие и суперстойкие, и они никогда не собираются ни в какие складочки. То есть вот этот цвет, это самый ходовой нужный светлый шампанское. Я бы взяла обязательно тот цвет, который называется, не знаю, как он называется, но давайте я его назову коричневым. Он вот, смотрите, он вот такой достаточно темный, но при растушевке он становится таким, как раз той тенью, которую нужно создать, да, для того, чтобы выразить глаза. Вот у меня сейчас они как раз и нанесены. То есть ты наносишь, растушевываешь, поддается легко растушевке что кисточкой, что пальчиком. То есть вообще, знаете, это вот две такие штуки, которые бросил в сумку, бросил те помады по 150 рублей и тушь, и у тебя уже макияж, понимаете? Подчеркнул века, подчеркнул губы, накрасил ресницы, побежал. То есть ты можешь просто в туалете у зеркала быстренько-быстренько это сделать. У меня еще в оттенках черный присутствует, я его тоже очень люблю, вот, потому что иногда хочется сделать прямо смоки, смоки, да, то есть он прям очень классно, да, поддается растушевке. Обожаю эти тени темные, они поддаются тому, что можно еще сверху придать более насыщенный оттенок с сухими тенями и как бы их зафиксировать. Но это уже тогда вечерний-вечерний макияж, да? И еще два цвета покажу, потому что мы недавно вовсе о них говорили, но я вам их не показывала. Вот сейчас у меня под глазами, под нижним ростом ресниц подведено именно вот этим вот оттенком, то есть таким, как у меня платье. Чем он мне нравится? Смотрите, во-первых, он не совсем синий, он имеет какую-то фиолетовость, вот не знаю, видно вам или не видно, сине-фиолетовый и блестящие какие-то там частички очень интересные. То есть вот он необычного цвета, очень необычного. Он здесь есть, представлен в палитре, да? И вот этот цвет, это прямо с девочки Новый год. Вот прям Новый год. Смотрите, это золото золотое. Вот прям вот нереально золото золотое. То есть вот оно и блестит, и переливается, и вот подчеркнуть себе макияж при помощи этого золота, да? Сделать такое мерцание, сияние, да? То есть это просто круть, крутая, да? То есть вот смотрите, я себе нанесу на яблочко специально, да? Для того, чтобы вы увидели, насколько сразу макияж меняется. Ну, видно вам или не видно, не знаю, но золото очень красивое, прям правильное золото и удобно в нанесении и растушевке. Ну, в общем, я вот вижу, мне очень нравится. То есть обратите на эти тени внимание. Следующая штука, которая мне очень тоже понравилась, и я ее себе заказала и очень-очень довольна, это, это потеряла, где я ее поставила, приготовила. Это штучка, которая для бровей. А, вот она передо мной стоит, я ее не вижу. Вот такая вот по центру, да? Помада для бровей. Я так рада, что нам сделали именно помаду для бровей, потому что во всех уже косметических компаниях, во всех брендах помада есть все помадами пользу, только у нас этого нет. Я взяла себе средний оттенок, не самый светлый, не самый темный, а серединка. Удобно то, что здесь есть кисточка, она как раз такая, как нужно, скошенная, видите? И внутри вот так открываем, открываем, и там вот эта помада. Я специально сегодня брови не красила, чтобы показать вам. То есть здесь вот такой цвет у меня, это средний. Очень удобно, что вот этой кисточкой ты делаешь сама себе бровки, то есть прокрашиваешь свои брови, делаешь их более плотными, но крутит в том, что это не видно людям, которые будут стоять с тобой рядом. То есть ты рисуешь себе сам свои волоски, добавляешь, то есть более делаешь плотную бровь, и это не видно вооруженным взглядом. Не знаю, видно вам или нет разницы между этой бровью и этой, здесь более какая-то не очень, ну, у меня брови вроде неплохие, но тем не менее я всегда, все равно их всегда, ну, немножечко корректирую. Видно, девочки? Алло? Видно? Да, видно. Ну вот, да, и чем хорошо, что тут не надо каким-то быть спецом, и ты точно не накосячишь, вот серьезно вам говорю, абсолютно точно, то есть она вот прям хорошо, там надо тебе дорисовать ее сделать более длинную, этой тоненькой кисточкой очень легко это получается, то есть вообще отлично, и более плотно. Ну, в общем, удобная штука, и цвет, смотрите, я ведь не светленькая, да, чтобы там подумать, ой, может это для меня бледновато, и я не такая темненькая, но тем не менее, вот этот цвет идеальный, очень хороший, так что стопроцентное попадание, выбирайте именно серединку, потому что, ну, черное, это если уж совсем у вас угольные волосы, тогда, наверное, может быть вам и нужно взять черный. Следующая штучка, которую я забыла, достать, но я сейчас попытаюсь быстренько ее найти у себя в своей косметичке, это с левой стороны маркер, стойкий маркер подводка, ну, конечно, если ты не умеешь делать стрелки, а сейчас это модно делать кошачьи стрелки, да, то надо перепетировать, и я рекомендую вам взять вон тот мягкий карандаш, который я рисовала белым каялом внутри, а взять черный и тихонечко рисовать то, что можно всегда корректировать, да, всегда можно поправить. С этим так не получится, так, схватила и не то, сейчас, секунду, с этим не получится, потому что это маркер, который делает линию, сейчас, если не найду, то и не покажу, вот нашла, это маркер, у которого тоненькая вот такая вот линия, видите, и он, когда рисуешь, ты можешь создать любую линию, какую хочешь, но когда он высох, ты его уже не подкорректируешь, ты можешь рисовать, и самое главное, что, смотрите, ты можешь добиться и толстой линии, и узкой линии, и всяко разной подчеркнуть, вот я специально вам тут прорисовала вот такое, я вам честно скажу, что если я сейчас не вытру, то оно засохнет, и даже когда я помою руки, оно все равно останется, он водостойкий, если он высыхает, это подводка, удобно марке, удобно рисовать, держать, как ручка, то есть очень удобно, и если ты веки опущенные, если оно высохло, оно не отпечатается потом, то есть оно вот застывает так хорошо, дождь пошел, не смоется, я не знаю, там расплакалась в конце концов, останется на месте, потому что эта подводка, она супер-мега стойкая, конечно, она смывается, да, обычным нашим средством, просто надо усилие, да, вот так вот я вот сейчас буду тереть, сколько бы я ни терла, она, видите, не будет растушевываться, она остается на месте, потому что она очень люблю эту вещь, поэтому обратите на нее внимание и рекомендуйте смело своим знакомым, потому что реально это классная штука. Так, мышку потеряла, идем дальше. Так, про кисти, я вам сказала уже про кисти, но тем не менее, давайте еще разочек скажу. Наши кисточки, они у нас очень клевые, да, все кисточки, они натуральные, да, и за ними надо ухаживать, конечно, да, то есть они, их надо купать как минимум, раз в неделю при помощи вот такой штуки, которая тоже в каталоге продается, она как стиральная доска, понимаете, так, когда купаешь кисти, ты моешь-моешь, а из нее течет и течет, моешь-моешь, а из нее течет и течет. При помощи этой штучки ты буквально один раз намылил, поделал, все смылось. То есть вот такая штучка, она у нас периодически продается, силиконовая, да, и кисти классные, подбирайте себе, они, правда, реально крутые, но вот в этом каталоге сейчас представлена косметичка, хочу вам ее показать. Смотрите, она такая черная внутри, вот с таким хорошим глубоким карманом, и вот здесь есть место для как раз хранения кисточек разного объема, да, то есть вы можете сложить все сюда и кисточки сюда положить, и будет очень-очень удобный такой удобный кофр. Вот, потому что здесь представлена только, видно, как крышка выглядит, а что она достаточно косметичка, это объемная, не видно. Идем дальше, и вот обратите внимание на вот эти штуки, это вообще просто мега классная цена, потому что на самом деле у нас вот, например, витамины для волос в среднем стоят, Оль, сколько стоят витамины для волос, я вечно забываю. Ну, 1549 для нас, соответственно, минус 300 рублей, 1249. Да, а здесь получается, вот эти витамины получается вместе с шампунем, то есть если у вас есть проблема с выпадением волос, с ростом волос, да, то это просто штука незаменимая для восстановления, да, то есть это не важно, мальчик ты или девочка, и шампунь очень хорошо стимулирует рост, то есть там компоненты, которые реально стимулируют рост, и витамины, которые для ногтей и для волос, то есть нужно пить три коробочки, то есть это классный подарок, в первую очередь, самой себе, да, вот вы закажите набор этот и начните следить за своим здоровьем. Ну, и понятное дело, зубные пасты с щетками тоже сейчас по выгодной цене чуть дальше в каталоге будут, и тут вот в наборе, да, зубная паста вместе с кальцием, то есть у нас кальций тоже стоит недешево отдельно, а здесь ты берешь в наборе, кальций, кстати, очень классный, и когда ты его начинаешь пить, у тебя зубы становятся еще более белые, да, ну, а кальций, сами знаете, он для костей и для всего-всего-всего-всего, и это все дело в наборе, выгодная штука. Вот на это обратите внимание, хотела приготовить, забыла принести из ванной, это набор сейчас, да, извини, пожалуйста, добавлю два слова про кальций, добавлю по-русски, как понимаю, просто вот этот витамин D, который в нем присутствует, получается витамин GD, кроме как с солнышком, у нас, ну, нигде его получить нельзя, его нужно только отдельно пить, и вот там как раз, ну, как обычно врачи рекомендуют, что витамин D нужно обязательно употреблять, когда употребляешь кальций, и вот там в одном, в этой баночке все есть. Вот, понимаете? Спасибо, Олечка, большое за добавление, потому что реально, вот я пью как бы, потому что надо, надо Феде надо. Так вот смотрите, здесь вот в этом, на этой страничке там, да, есть много всего, но вот я хочу, чтобы вы на эти штучки обратили внимание, инструмент для очистки пор, то есть такая металлическая штучка с дырочкой, то есть черные точки удалять, но здесь вот обратите внимание, за 400 рублей, да, набор умывалка, да, для умывания, то есть умыться, а потом сделать себе дома классную процедуру. Вот эта черная штука, в черном тюбике с черненьким, да, это штука, которая маска, пленка, которая тонким слоем, толстым слоем, каким бы ты ни нанес, подержал ее до состояния, ну, чтобы оно все высохло, естественно, кроме губ и кроме глаз, да, и ты вот так снизу вверх ее подкатываешь, начинаешь снимать, и на черной этой пленке остаются прям, ну, в общем, короче, все, что у вас в порах забилось, оно все вытаскивается. У меня сухая кожа, у меня вообще мало что видно, и вообще, что там у меня есть, я не знаю, не особо видно мне, но когда я делаю эту маску, я прям удивляюсь, очень много белых каких-то штучек, то есть без механического воздействия, то есть очень хорошо чистят и сужают поры, вот, поэтому классная вещь, она у нас долго была в дефиците, и на складе ее долго-долго не было. Ну, про это не знала, говорит, не говорит второй каталог, но мне так нравится, я вообще люблю все такое, что связано с ванной, что связано с блесками, вот, а здесь вот прям все такое блестящее, например, спрей для тела, который придает такое красивое мерцание на теле, можно сбрызнуть волосы, но это не блески, как конфетти, да, а легкое такое мерцание, волосы такие более кукольные, что ли, да, мне очень нравится вот эта бомбочка, я вот себе уже не одну просто взяла, то есть ты бросаешь в ванну, мало того, что ванна становится вот такого цвета, вода, я имею в виду, да, шипит и булькает, ну просто релакс, релакс, мы же должны себе вдавать возможность сделать себе, своему телу праздник, да, то есть полежать, прекрасный запах, плюс гель для душа, который с микро частичками блесок, и все это содержит в себе частицы аметиста, да, клевая линейка, если все это положить в сиреневый пакетик, да, и сделать подарок кому-то, какой-то своей близкой подружке, мне кажется, она останется довольной, очень нежный аромат, очень приятный, очень классная штука, следующее, на чем я хотела обратить ваше внимание, это линейка наша Novage, и я думаю, что скорее всего мы как-нибудь в зуме, если вы согласны, встретимся и более глубоко поговорим о Novage, потому что Novage это наше все, это самая крутая линейка, которая занимает лидирующие позиции в мире косметологии, это прорыв в мире косметологии, в красоте, я обожаю эту линейку, и как сегодня уже говорила Таня, то есть уже она заметила изменения, хотя она не так давно ей пользуется, я пользуюсь уже более, простите, более пяти лет, сегодня я использую Ultimate Lift, да, это линейка, которая отвечает за подтяжку, и я вижу изменения в зеркале, я себе нравлюсь, да, мне 47, я вижу, что морщины, которые были лет пять назад, их нет, вот особенно вот эти носогубные, и вот чем классная эта серия, эта серия классна тем, что в каждом возрасте девочки, когда мы становимся старше, происходят какие-то возрастные изменения, какие-то возрастные изменения, так вот смотрите, когда было бы не 23, ну и вам тоже, да, если вам сейчас уже больше, чем 23, да, то есть 23 года начинают первые, первые какие-то изменения в возрасте, они не такие явные, но они появляются, и вот крутость линейки Ultimate Lift, которая первая линейка, да, голубого цвета она, эта линейка останавливает морщины, развитие, то есть она не борется с морщинами, она им просто не дает появляться, так обидно, что эта линейка не была выпущена, когда мне было 23, чтобы зафиксировать ту красоту, которая была в этом возрасте, да, то есть это крутая вещь, которая не дает появляться морщинам, в 30 у нас появляются новые проблемы, у нас начинает медленнее, медленнее вырабатываться коллаген, и, да, каркас, наш каркас, и проявляются такие маленькие морщинки, которые, ну, как бы оседают, каркас, да, коллаген, он держит кожу, да, то есть если у него становится меньше, он проседает, и появляются вот эти вот морщины наши, так вот, линейка зеленого цвета содержит в себе не коллагена, она содержит в себе все то же самое, что в голубой линейке, да, а в голубой содержится белая акация, добавленный ингредиент в эту линейку, да, который заставляет нашу кожу вырабатывать коллаген, то есть чтобы не проседала кожа, то есть замираем, возраст фиксируется, то есть не дает появляться новым морщинам, но и заставляет выработку коллагена. Третья линейка сиреневого цвета Ultimate Lift, эта линейка в себе в составе имеет все то же самое, что в предыдущих коллекциях, но добавлен ингредиент, который делает подтяжку лица, то есть подтягивает кожу, то есть и коллаген вырабатывает, и замирает возраст, и подтяжка, да, и разглаживаются более глубокие морщины, то есть просто потрясающая линейка. И следующая линейка, золотая Time Reversing, эта линейка содержит в себе генистинсой, и она, знаете, обладает, знаете, как есть такое слово, время вспять, да, останавливает время вспять, и запускает ген молодости, то есть в этой линейке в состав входит все то же самое, что там, но еще эта линейка дает возможность выравнивать цвет кожи, да, то есть пигментация это следующее, да, что происходит с девочками, после того, когда начинает опускаться кожа, да, то есть и происходит еще пигментация, чем дальше, тем страшнее. Так вот, вот этот Time Reversing заставляет кожу не только оставаться молодой и красивой, но еще быть ровной. И дальше у нас есть в Novage еще дополнительные линейки для мужчин конкретно, да, которые работают с проблемами именно мужского характера, да, то есть Novage. И есть у нас две линейки, которые без возраста, да, потому что не только во взрослом возрасте у девочек происходит пигментация, да, и у молодых девчонок тоже это происходит, поэтому у нас есть отдельная линейка, которая работает над пигментацией и работает над морщинами. Есть отдельная линейка, которая работает над тем, что не только у молодежи, да, прыщи выскакивают, как бы у взрослых девочек тоже это бывает, и поэтому не так давно компания выпустила именно эту линейку. И каждая линейка, вот здесь цена каталога, да, стоит недешево, но если использовать ее утром и вечером, то это меньше 40 рублей в день, понимаете? И хватает этой линейки, ну я говорю, что мне на 3 месяца, но я, конечно, обманываю, скорее всего, больше. Оля говорит на полгода. Но даже если на 5 месяцев, то это вообще крутяк, разделите вот эту сумму на 5 месяцев. Для нас Ultimate Lift только стоит 5 тысяч, понимаете? 5 тысяч для нас Ultimate Lift стоит. Поэтому разделить 5 тысяч на эти месяцы, это, конечно, меньше чашечки кофе. В этом каталоге круто то, что в Novage есть дополнительные штуки, которые точно надо. Я всегда это беру, потому что реально мне это всегда надо, когда ты хочешь себе сделать подарок, да, то есть вот в ход идут вот такие вот масочки, которые тканевые, они очень мокрые, очень мокрые. А первая масочка – это укрепляющая масочка, то есть которая держит вот так вот, укрепляет наш каркас, да. А вторая – восстанавливающая, то есть она питает, она более питательна, восстанавливает все-все проблемы и стрессы, которые получил человек, кожа получила за неделю, в конце концов. Маски, сказала, мокрые, они тканевые и хватает на два раза, так как маской будете пользоваться вы, поэтому ее открываете, наносите, держите 15 минут, она еще мокрая. Вы ее кладете обратно, вот так вот впихаете, закрываете, зажимаете зажимом и завтра еще раз делаете. Вот. Да, Катюш, включи микрофон. Где ты была раньше, Света? Да, вот видишь? Я тебе больше скажу, а когда ты второй раз ее сделала, потому что жидкость там остается, она обратно напитывается, понимаешь? Ты ее второй раз сделала, сняла, 15 минут прошло, и кладешь на шею и грудь, понимаешь? Три раза можно ее использовать, так что маска... Блин, я вчера сделала и выбросила. Вот, вот, классная штука, обязательно возьмите на вооружение, и то, о чем... Экономная ты, Катя. Экономная, да, я вот экономная, у меня много этих масок, я их очень люблю и балую себя достаточно часто. Классная штука, про которую сказала уже Таня, это скульптор для тела, вот, ну, для груди и шеи, потому что шея, если за ней не ухаживать, она возраст выдает. И девочки, вы все видели взрослых девочек, у которых декольте, и вот здесь вот какие-то такие вот, ну, много-много гусиных лапок, да, но думаешь, блин, вот, ну, и что с этим делать? Вот, я же думаю, что вы не хотите, чтобы у вас этого было, поэтому надо предотвращать при помощи вот этой штукетции. Она реально разглаживает, вот, просто каждый день, либо вечером, либо утром, либо утром и вечером наносите это средство, и кожа здесь будет более эластичная и подтянутая. Тем более, это экологен, на вейдж, а на вейдж все на все 100%. Ну, и понятное дело, то, о чем уже сказала Татьяна, моя любовь любовная, это, конечно же, вот эта маска. Я честно скажу, у меня ночной крем всегда медленно заканчивается, потому что я через день, мне кажется, не ночным пользуюсь, а маской, да, вот этой. Я ее постоянно беру, когда она со скидкой, потому что реально результат вот просто нереальный. Я вам могу сказать такой вот секретик, если вы себе купите и будете своим знакомым наносить на одну руку минут на 15, просто как крем на одну руку, вот, человек потом минут через 10-15 смотрит, руки разные, потому что кожа здесь становится реально другой. Просто это такая маска классная, она делает кожу и подтянутой, и отдохнувшей, ну, прямо, ну, знаете, работает за эти 8 часов, представляете, да, если за 10 минут на руке видно. Краски. Что о них рассказывать? Ну, скажу несколько слов. Это итальянские краски, содержат в себе льняное масло, которое дает блеск волосам, я крашусь нашими красками, у меня здесь два цвета, более светлый оттенок и более темный оттенок, принесла коробку темного, да, то есть и они содержат меньше аммиака, они, кстати, не воняют, вот пахнут, но не так, как обычная краска. Я, недавно я тут одну знакомую красила краской из магазина, я уже забыла, что они так могут вонять, понимаете, вот, краски стойкие, закрашивают седину, 250 сейчас цена каталога, такое бывает раз в полгода, поэтому запасайтесь красками, в среднем они со скидкой всегда 400, а так она 600, поэтому краски хорошие, качественные, создавали для нас шведские стилисты, парикмахеры эти краски. Вот, и масло, я, знаете, не буду про все масла рассказывать, скажу про свою вот эту любимку, масло все, которые содержатся в серии Линь и Лео, это органовое масло, да, то есть они очень крутые, я очень люблю именно вот это масло, я его наношу, каждое мытье, как бы помыла голову, вытерла полотенцем, влажные волосы, один дозатор, маленькое там количество масла, пахнет, кстати, очень круто. Делаю вот так, и по кончикам, по кончикам прохожусь по всей длине волос. У меня тонкие волосы, и я боюсь все, что утяжеляет волосы, потому что тогда, мне кажется, еще меньше на голове волос. У меня волосы, я вчера голову мыла, но вы видите, нету такого ощущения, что у меня три волосины в шесть рядов, да, то есть не утяжеляет, но каждый, понимаете, вот не хватает же питания нашим кончикам, и Лео очень хорошо восстанавливает и закрывает поры, и питает наши волосики. Вообще обожаю, поэтому подбирайте, что вам больше всего подходит. Мне все нравятся, но вот это зеленое больше всех. Дезики. Дезики у нас все крутые, все пробовала, но честно скажу, моя любовь – это дезодорант с фиолетовой крышечкой. Он самый, который лучше всего держит, не дает мокнуть, и 72 часа реально держит. Ну, понятно, что 72 часа нет такого, что мы не моемся, но сухость обеспечена и неприятных запахов точно не будет. Главное, шарик, я шариками пользуюсь, главное – дать возможность высохнуть, то есть ты намазала, и оно должно высохнуть. Если оно останется мокрым, то оно не высохнет никогда, да, то есть там так и будет мокреть. Они содержат все тальк, но не забивают поры. И наша линейка, которая интимная. Ну, эта линейка содержит в себе… Оль, что она содержит? Забыла. Я тут просто платье почему-то уже раздеваю. Молочную кислоту. Молочную кислоту, да. То есть молочная кислота – это, знаете, настолько не… Вот, про интимку, да, то есть здесь у нас интимные гели, которые разные для разных возрастов, для разных типов кожи, кому нужно более освежающие, пожалуйста, если хочешь увлажнение, пожалуйста, тогда с алоэ бери обязательно. Если у тебя менопауза, то тем более возьми вот ту с оранжевой крышечкой, потому что там еще больше увлажнения, потому что когда у женщины менопауза, там сухость, да, и стянутость. Так вот, вот эта молочная сыворотка, она увлажняет кожу, она нейтральным КПАшем. Я умываюсь этим интимным гелем, потому что… прям полностью лицо, потому что там нежная формула для нежной кожи, а у меня лицо тоже нежная кожа. Можно купать детишек. Я вот знаю, что… Оль, ты здесь? Я вот не помню, включилась ты или нет. Я знаю, что Оля купает Сережу всего полностью интимным гелем, потому что это нормально. Можно купать детишек. Очень классная вещь. Здесь в этой серии есть еще две вещи, которые… хочу, чтобы вы обратили внимание. Одну принесла, вторую нет. Вот это. Это интимный крем. После бритья называется, да. Вообще классная вещь, вот эта штука. Я прямо, у меня, знаете, всегда в косметичке, куда бы я ни ехала, потому что она снимает покраснение и раздражение. То есть, смотрите, это не только после бритья. Бывает, что где-то что-то натерну или где-то что-то чешется и расчесал. Берем вот этой штукой, мажем, и реально оно снимает зуд. Если ты побрился, чтобы не было покраснений, ты мажешь этой штукой, и оно не будет краснеть, не будет раздражаться. И самое главное, не будет вросших волосков. Поэтому кто эпилируется, кто просто бреет что-то, да, то есть это вообще классная скорая помощь. Вообще офигительная штука, нужно обязательно. Ну и, соответственно, гель для бритья, да, то есть который в такой формате жидкого геля для бритья, тоже неплохая штука специально для наших интимных зон. Идем дальше. И у меня не перелистываются слайды. Про зубную пасту и щетку чего сказать? Помните, что наши щетки и наши пасты разработаны шведскими стоматологами, а это означает, что шведы все делают мега качественное, понимаете? То есть главное людям не навредить. И у нас просто пасты, правда, очень хорошие. И щетки точно так же. Для ног. Много чего тут есть, классные все штуки. Не нашла у себя дома в новой квартире пилку, но хотела бы показать. Вот эта пилка с правой стороны огромная. Вот если сравнить ее с обычной, то она вот такая. А та вот с серой ручкой здоровая, у нее вот такой вот, вот такой ширины поле для того, чтобы делать себе шлифование пяточек, да, то есть сделать более кожу гладкую. Купила себе вот эту терку, попробовала. Для очень грубых мест она прям реально, как, вы знаете, терка пюре детям делает. Вот здесь вот такая вот здесь штука. Вот. Неплохо шлифует, но опять же, не всю пятку, а только в тех местах, где очень-очень грубое место. Вообще, эта линейка сама очень классная, с крестиком. То, что стоит с крестиком, это больше лечебное. Поэтому вот я очень вам рекомендую взять маску для ног в банке. Это просто нереальная штука. Если нанести ее после того, как ты пополировал ножку, да, эту маску и надеть носочки, желательно наши беленькие хлопковые, да, и буквально 10-15 минут, и ноги прям как у младенца. Реально очень классные. Вот. И на ночь очень хорошо. Вот. Дошла до того места, где Таня сказала про мыло, да, то есть мы говорили сегодня про скраб. Это замена скрама для тела, да, то есть отшелушивающее мыло. Да, оно еще и в наборе с моим любимым, безумно любимым кремом. Я просто не... Ну, знаете, вообще это не крем, это маска. Я хочу, чтобы вы ее без внимания не оставляли. Потому что вот я когда даю просто девочкам в офисе просто так намазать руки этой маской, хотя это маска для рук, да, то есть маска это предполагается нанеси, сиди 15-20 минут. Я говорю, ладно, не сиди, просто нанеси, пусть впитается. После этого обязательно спрашивают, а что это за маска? Очень приятные руки, очень приятная текстура. Ощущение этой маски такое, когда ты ее нанес и потом помыл руки, помыл посуду, нету. Ощущение, как будто у тебя действительно руки только что намазаны кремом. То есть вот настолько она питательная. Это как, знаете, в сравнении с вот этой маской для лица, только маска для рук. Со спа-компонентами, ухаживающими, которые еще больше разглаживают кожу. Наверное, не задешево, но все-таки я люблю в квартире вкусные ароматы. Кто-нибудь себе купил вот этот? Я не знаю, как вы, но я себе купила две, поставила в двух местах. Пахнет очень вкусно, зависит от насыщенности ароматов, сколько засунешь палочек. Я засунула все, потому что мне хочется побольше. Возле стоит у меня батарея, чтобы еще больше излучало аромат, да, то есть от теплого. Нравится мне очень, ну и хороший подарок, такой диффузор. И вот хочу обратить на ваше внимание на новогоднюю, предновогоднюю линейку нашей серии, которая только на Новый год в таком дизайне новогоднем, да, здесь елочки, всякие украшения нарисованы. Эта линейка, она обычно в другом чуть-чуть дизайне, да, но очень вкусная. И мыльца здесь получается сейчас дешево, и гели дешево. Гели для душа получается, если 100 рублей, наверное, где-то рублей там 90-80, да, девчонки. А мыло, если берешь 2, то вот эти мыло, я тебе не знаю, мне кажется, что 15 взяла или 16 этих мыльцев. То есть сейчас это самый ходовой товар, да, то есть получается 79 за 2, а для нас с вами за сколько, девочки, скажите мне? Да, то есть это очень выгодный. 63. 53, то есть получается 31 рубль мыла. Давно такой цены за мыло не было. Тем более мыло у нас... Олечка, скажи про мыло, пожалуйста, ты на мастер-классах постоянно говоришь про наше мыло, скажи что-нибудь. Ну, я человек, который без пандемии моет руки, как в пандемию, 150 тысяч раз в день. И вот наше мыло, одно из немногих, которое, ну, давайте так даже скажу, одно, наверное, единственное из всех тех, которых я пробовала, оно не сушит кожу. Реально не сушит. Потому что от всех остальных сразу появляется сухость, тянутость, и она такая резкая и навязчивая. А от наших не бывает даже. Не бывает, абсолютно. Я тоже часто, мои руки, и как бы вот этого ощущения сухости ни разу и не было. Ну, и здесь у нас представлены два набора. За 100 рублей и за, не вижу цену, каталог, ну, в общем, получится 170 и 90, 160. Но мы вчера считали, вот этот вот, который за 160, получается 130 для нас с вами. Меня хорошо слышно? А то тут у меня что-то интернет говорит, не интернетит. Это мыльца, да, которая в виде перфорации апельсина, но оно не просто так, оно еще и пахнет нереально. Ну, знаете, вот оно лежит открытое у меня в комнате, да, пока я ждала, да, нашего включения. Мне кажется, на всяком-то уже этим апельсином пахнет. Настолько вкусно, да, и красивый подарок, смотрите, и получается апельсин и корица, и точно такой же крем. То есть, смотрите, как классно, 130 рублей, положил в красивый пакетик, да, можете туда добавить, ну, еще что-нибудь такое, там, не знаю, например, какой-нибудь гель для душа, и вот тебе, пожалуйста, хороший новогодний подарок. Да, еще такой тематичный, да, то есть, не знаю, меня набивает Новый год, да, ассоциация с таким запахом. Ну, либо подешевле, маленький объем крема и ручка, да, мыльца. Еще один наборчик, такой классный, мне тоже вот он очень понравился, я тоже его взяла для подарков, именно для подарков. Это набор разных маленьких объемов кремов. Вот такая вот коробочка, и в этой коробочке три тюбика крема. Один крем с жасмином, другой с аромат пиона, и один у меня уже узкакал, значит, куда-то. Ну, ладно, не буду доставать, девчонки, да, крем, они тюбики вот такие маленькие, да, тут просто синенький убежал. Вот, они вот небольшие, то есть, смотрите, да, три сирень, да, получается пион и жасмин, три вида крема в одной коробке. Как вариант, можно подарить одному человеку прям вот эту коробку, а как вариант, можно разбить эти кремы и добавить их в какие-то другие подарочки, да, то есть, как бы, ну, как бы вы поняли, да, трем разным людям три крема можно подарить. Смотрите, как здорово, очень, очень удачно. И сумочный вариант получается крема. Сумку бросил и где-то там, где захотелось, да, ручки намазать, намазал ручки. И смягчающие наши средства, еще одна моя любовь, без которой не бывает моих заказов, мне кажется. В этом каталоге три запаха, да, смородина и, что тут у нас, клюква. И третий, не вижу, какой запах, ну, вот, скажите мне, Таня, подключите. Гранат. Гранат, да, то есть, эти бочоночки, я просто первопопавшись, который у меня здесь попался, тут я и достала, да. Так, на самом деле, у меня вообще всегда во всех шкафчиках лежат эти смягчающие средства. И эти средства, да, вы выбираете, возможно, по аромату, но тут нужно понять по свойствам. Все коробочки всегда очень красиво упакованы, да, то есть уже дарить приятно, да, такую маленькую радость. И самой себе, в первую очередь. Потому что это волшебное средство, лучше это подарить, чем шоколадку, серьезно. Потому что оно на ночь намазал, чтобы губки не сохли. Да, можно использовать вместо защиты, да, идти на улицу и намазать заранее специально смягчающим средством. Рану с заживляющим свойством обладает эта вещь. Почему? Потому что вытяжка из пчелиных сот и очень хорошо питает губы, да. Если локти сейчас отопление высыхают, мажешь, оно быстро проходит. Кутикулу размягчить надо, мажем. Зимой бывают веки вот здесь шелушаться, вот здесь можно намазать. Я делаю маску для глаз, наношу жирным слоем, миллиметровым, близко-близко к ресничкам. И хожу, пока мне не надоест. Потом нужно обязательно только салфеточкой вот так примакивать до тех пор, пока салфетка станет сухой. Не надо это смывать, да. Примакиваем, да. То есть она, получается, задерживает влагу, да. И тот крем, который вы перед этим нанесли, он больше действует. Следующая зачем еще эта штучка? Обжегся, намазал, ожог сразу, мгновенно проходит. Прям, да. Девчонки, у кого детки, летом проверяли не один раз. Мажешь укус от комара, проходит. Треснуло что-то. Там, не знаю, болячка заживает, плохо мажешь. Быстро проходит. И я использую еще для новой обуви. Мажу те места, где может быть волдырь. Вот если ты боишься, что ты там натрешь, прям мажешь жирно, обуваешь новую обувь и в путь. Ничего не будет. Так что это волшебная штучка. Да, Танюш? Еще актуально в наши дни, когда натер за ушами от маски, тоже помогает. О, кстати, точно. Кажется, как у уши, как у этого, чебурашки домой, когда приходишь. Вот. Кстати, пакетики. Вот я не знаю, как вы, я все пакетики купила. Уже жду, когда я в них положу подарочки, потому что пакетики достаточно, ну, такие красивые, новогодние. Да, вот тут коробочка нарисована, елочка вот такого цвета золотого, да, и в принципе они не маленькие. То есть вот если я туда положу флакон вот этот, ну, вот по объему вы видите, да, то есть хорошие пакеты. Я не знаю, как вы, но я себе уже взяла несколько штук, всех не по одному, потому что подарки мы делаем. Ну и новиночки. Давайте несколько слов про новинки. Я не знаю, я вообще каталог вроде смотрю внимательно, но часто все пропускаю. И вот, например, вот этот продукт я забыла заказать, подумав, что это обычная серия молоко и мед. Вы знаете, да, что компания Reflame выпускает много-много лет подряд серию молоко и мед, которую еще называют серией для Клеопатры. Почему для Клеопатры? Да потому что, как говорят, Клеопатра же была, типа, самая красивая женщина в мире. Но если бы вы видели ее лицо, вы бы, наверное, поняли, что она не настолько красивая, да, то есть вы создали же ее там из мумии, да, чтобы понять, какая она там. Не настолько она красивая, конечно, была. Красота ее славилась тем, что у нее была шикарная кожа. И чтобы она была такая шикарная, она лежала в молоке, то есть вот ванна не из воды из-под крана с хлоркой, а молоко. Ну не каждый себе может позволить сегодня в ванну даже коровьего молока, а там было молоко ослиц. После этого ее слуги обильно мазывали медом, да, и вот ее шикарная кожа благодаря вот этой потрясающей процедуре. Так у нас с вами есть серия, которая легко и с удовольствием превращает наши процедуры в процедуры королевы, вернее скажу, Клеопатры, да. То есть серия молоко и мед, она содержит и молоко, и мед, да, то есть в обычной серии у нас есть и пена для ванны, и лосьон для тела, и есть там скраб сахарный, и даже шампунь у нас уже в этой серии есть. Но они нас решили все-таки еще продолжать баловать и выпустили серию, которая содержит в себе все то же самое, но еще и лаванду. То есть, да, то есть здесь нереально вкусный запах. Кстати, вот, да, Оль, ты вот вчера сказала, что в каталоге хуже пахнет, чем живьем. Живьем невероятно вкусно пахнет, здесь вот жидкое мыло, мыльца, конечно, вот эта розовенькая с перфорацией, и потрясающая баночка. Вот такая большая банка золотая, да, классно. Я люблю вот это молоко и мед дарить, а теперь оно еще с новым ароматом, то есть я обычно упаковываю в такую какую-нибудь либо сетчатую бумагу, да, ну, то есть упаковку, завязываю банк. Да, это такой получается здесь красивый ажур, и дарю обычно вот такую баночку кому-то своему близкому. Классный подарок самой себе, в первую очередь, сами понимаете, ну, и нашим близким они останутся в восторге, потому что это действительно нереально-реальная крутая серия. Ну, и вот, знаете, вот такие вот остались у нас мелочи, как вот такие носочки классные. Кто купил себе эти носочки? Я знаю, что Таня уже носит по дому. Не знаю, почему лиса, хотя у нас год кого там, быка там или кого там будет год? Быка, да. Да, ну, лиса, будем с вами хитрыми лисами. Ну, и красивый подарок, потому что это прям красиво уже заранее упаковано, да, можно положить в цвет апельсинового крема мыла, положить в тот красивый пакетик, и уже кому-то приготовить вот такой интересный, необычный подарочек. Вот, сижу тут уже два часа с вами оболтаю, и мне кажется, вы уже заметили на мне вот эти потрясающие сережки с вот этим потрясающим колье, скажем так, нравится вам? Мне кажется, в жизни он лучше, потому что, в принципе, в каталоге он как-то одна плоско лежит на экране, да, а в жизни он переливается всеми цветами. Если вы видите, он не совсем синий, у него есть розовый какой-то оттенок, и он вот играет, очень играет, и классно как бы можно снять, да, и оставить только листик, как на каталоге. Вам нравится, кстати, отреагируйте? Я тут сижу, красуюсь перед вами, платье специально. Я в следующем каталоге обязательно куплю, мне тоже понравилось. Кстати говоря, это регулируется, да, то есть можно потуже, можно посвободнее, могу сказать, что мне длинновато, поэтому я здесь себе защипила, потому что эта штучка, ну, сильно там на пупке у меня, но это у меня, поэтому смотрите, очень классно, мне очень нравятся, и серьги в том числе. Ну, и, конечно, новая моя любовь, это новый мега крутой аромат, который себе содержит невероятную ваниль, малину, магнолию, да только одна упаковка. Мне вот, честно скажу, я себе оставила в офисе, тоже новый открыла, оставила, вот, но мне жалко коробку выбрасывать, потому что, ну, блин, ну, шедеврально прям, вот шедеврально, да, вот эта золотая такая, да, домик для туалетной воды, и сама туалетная водичка, прям очень дорого сделан дизайн, и невероятно вкусный аромат, я вот уже вторую неделю пользуюсь, мне прям нравится, очень стойкий, очень стойко, и круто звучит, прям круто звучит. Честно скажу, несколько раз на меня спрашивали от девушки, а вот что за аромат? И крутость в том, что мы с вами можем, купив этот аромат, вот с этой невероятной ванилькой, получить еще и духи в подарок. Называю духи, хотя это туалетная вода, но она более концентрированная, с немножко, с другим, скажем, с другим вкраплением, но тем не менее, да, то есть, крутость. Я сейчас перелистаю вот эти слайды, потому что мы и так общались много про продукт, и прям перелистаю, прям много чего перелистаю, и приду вот сюда. Хорошо, договорились? Я надеюсь, вам информация о продукции была интересна и полезна, отреагирует просто как-нибудь все, кто ездит. Света, Света, слышно меня? Да. Я говорю, ты, наверное, готовилась к встрече и не в курсе, что все или ничего, вчера взял номинацию, победил в номинации Russian Awards Lifestyle Fan. Кстати, да, я это помню, да, Танюш, расскажи, пожалуйста, я сейчас включу зарядник в компьютер, я забыла слайд просто вставить. Да, я, честно говоря, сама узнала из соцсетей, поэтому прокомментировать мне сильно нечего, как там, кто был еще среди конкурентов, скажем так, да, но вот Натали Лорсон, это парфюмер, которая, собственно, его создавала, и вот эти оба наши, оба, причем оба аромата вместе взяли вот номинацию. Ну, на самом деле это приятно очень, потому что у нас очень много ароматов уже имеют эту премию, и это круто, да, и прямо здорово, что этот аромат действительно у нас победил и стал ароматом года, получается, до 2020 года, да, то есть по закрытию 2020 года, да, аромат года, правильно понимаю? Круто. Девчонки, вам полезно было? Давайте несколько слов скажите, вам полезно сегодняшний был бьюти-дивишник, касаемый девишника, всяких вкусностей и всего остального? Я надеюсь, вы со мной? Мы-то с тобой, а вот ты не с нами. Ну, видишь, это тут чего-то это, интернет говорит, хочу тебя покинуть. Ну, полезно, Катюш, тебе было полезно и интересно? Да, очень-очень, спасибо большое. Я-то новичок, поэтому я еще мало чем пользовалась, и прям вообще спасибо большое. Я вот на себя в зеркало смотрю, золотые тени просто рулят, вот я сверху нанесла, просто реально красиво. Нам, наверное, не видно, а я вот на себя смотрю, прям, прям глаза более такие яркие. Олечка, тебе интересно было, несмотря на то, что ты знаешь нашу продукцию? Мне всегда интересно слушать про продукцию. Почему? Потому что я продукцию нашу люблю, пользуюсь ей, но рассказывать про нее не самая моя сильная сторона, поэтому всегда интересно послушать того, кто хорошо умеет рассказывать. Спасибо, Оля. Мария? Да, мне тоже очень понравилось. Что-то я уже знала, что-то новое узнала о продукции, потому что, ну, давно, в принципе, не пользуюсь, я сижу сейчас в декрете. Раночка-то на работе была, конечно, девчонки приносили и могла что-то заказать. Так, конечно, было очень интересно послушать. И очень интересно было, что вы на себе все показывали, то есть это классно, вот, когда ты смотришь, и реально, как это работает, не просто слова, да, вот именно практика. Спасибо вам большое. Которая стартанула, да, буквально этим каталогом на начало, да, 15 ноября, и закончит она аж 23 января в следующем году, да, то есть получается 16-й каталог, 17-й каталог и первый каталог. И мы с вами можем получить вот это все, вот просто все в подарок. Я очень хочу, Мария, чтобы вы получили все, я очень хочу, Олечка, чтобы ты собрала всю коллекцию, Танечка и ты, и Катя тоже, потому что, мне кажется, мы девочки, нам вот это все всегда надо, и всегда мало, даже если есть, да, то есть согласитесь? Вот, даже если есть, можем, не знаю, кому-то подарить, а новые обновить, обновить наши гаджеты в кухне, да, то есть чтобы это получить, нам с вами мало покупать себе любимые и себя баловать косметикой. Нам нужно с вами наш интернет-магазин рекламировать, то есть приглашать людей, которые будут покупать в течение 21 дня продукцию, и вот эти баллы, которые они будут делать, они будут вам в отдельную копилочку копиться. И потом мы с вами уже во втором каталоге сможем поменять эти баллы на эти все гаджеты, да, то есть вот смотрите, вот каждый гаджет, он имеет свою стоимость, но в баллах, да, то есть что-то за 200 баллов мы можем взять, что-то мы можем взять за 400 баллов. Это все на сайте есть, я думаю, что вы либо смотрели, либо еще можете посмотреть, и посмотрите, сколько вам надо баллов, может быть, вам вообще все не надо, вам нужно только вон та сковородка-гриль, там, я не знаю, там, вон тот сотейник-ковш с крышкой, да, там, и там вон те, вон тот чайник со свистком, я не знаю. Посчитайте, сколько вам нужно суммарно баллов, чтобы собрать вот эти все подарки, потому что я считаю, что у нас, кстати, когда вот такие вещи происходят, у нас посуда всегда, компания сотрудничает всегда с партнером, который имеет реально крутое качество, да, то есть я вот получала прошлый рекрузинговый сотейник-сковородку, который в магазине, а один сотейник стоит 5 тысяч, понимаете, поэтому есть смысл собрать, но для этого нужно, конечно, пригласить людей. И у них тоже есть преимущество, зарегистрировавшись в этот период времени, сделав заказ на тысячу рублей, они могут взять один из наборов, который у них на втором шаге вылезает, да, можно взять тушь, либо тушь с помадой, либо мыльца плюс гель для душа или лосьон, лосьон для тела, скорее всего, да, то есть первый же заказ, они могут взять вот этот наборчик, не за бесплатно, а там что-то за 150 или за 190 рублей, но все равно этот набор стоит гораздо дороже. А если они сделают заказ на 100 баллов, то они смогут получить вот эту туалетную воду за 199 рублей вместо 2,5 тысяч, вот, то есть это у них преимущество, но они, кстати, также могут приглашать за этот период времени, они завтра зарегистрируются, послезавтра кого-то зарегистрируют, и они также смогут копить баллы, которые поменяют на те подарки, да, то есть вот таким вот образом. Но если этот новичок еще и 4 шага стартовой программы пройдет, то он за 199 рублей сможет приобрести разные наборы продукции, да, всего за 796 рублей, а если бы он это все в отдельности покупал, то это стоило бы ему 13 тысяч. Я подозреваю, что, например, Мария, возможно, еще может участвовать в стартовой программе и собрать эти все подарочки. Я знаю, что Таня точно собрала уже практически все, да, Танюш? Все, все собрала, да. Все собрала, да, то есть классно же, смотрите, за почти 13 тысяч, а ты потратил всего 796 рублей. Тут как раз и маска-то, да, то есть и... Да, и эссенция, да, которая тоже... Эссенция, да-да-да, и Джордани тоналка, и тут Джордани там, да, и помада тебе, пожалуйста, и велнос там у нас присутствует, и коктейль, и рыбий жир, который всем нужен. То есть я считаю, что это идеально, если человек проникнется и поймет выгодность всего этого. Вот, поэтому мне очень хочется, чтобы вы принимали участие, очень хочется, чтобы вы принимали участие не только для того, чтобы собрать, конечно же, вот эти все подарки от компании, но еще для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице и добиваться успеха в компании. Потому что мы с вами имеем ведь интернет-магазин, про который я с вами говорила, и у нас есть возможность покупать действительно качественную косметику для себя, и ассортимент у нас огромный, и если бы я про каждую страницу говорила, то я бы начала с утра и закончила к вечеру, да. Вот, действительно качественной продукции, вот, но мы с вами, как я уже говорила, можем этот интернет-магазин рекламировать и тем самым увеличивать товарооборот компании, а вам за это деньги будут платить. Ну давайте вот посмотрим. Представьте себе, что вы пригласили 5 человек, которые сделают по 150 баллов. Во-первых, это будет 900 баллов вместе с вами, и вы выйдете на товарооборот примерно 32-35 тысяч рублей. И компания вам заплатит за это 9%, а если вы вот этих людей, которые придут к вам, научите выйти на 9%, как вы в предыдущем шаге, то у вас товарооборот будет уже 4600. Всего 5 человек, которым вы поможете выйти на уровень 9%. Много это или мало? Сложно это или несложно? Всего 5 знакомых, с которыми вы поделитесь возможностями, понимаете? Вы уже на 15%, вы получаете от компании хорошие доходы, здесь, кстати, меньше, чем сейчас компания платит, но 15% вы можете получить как 11 тысяч, так и 18 тысяч, смотря какой товарооборот. А если мы с вами с теми пятерыми людьми уже в январе поработаем так, что они выйдут на уровень 15%, то есть следующий их шаг, то таким образом у вас будет 5 групп, которые делают по 3000 баллов как минимум, ну в предыдущем варианте было по 4. Соответственно, 5 на 3, да, это гораздо больше, чем 7500, и это говорит о том, что вы выйдете на 22%. И здесь в данном случае доход у вас уже больше 60 тысяч рублей, да. Выбирайте, либо вы сами просто себе будете покупать косметики на 100 баллов или на 150, либо вы все-таки будете делиться этим с людьми и получать от компании доходы от 50 тысяч и выше. Мне кажется, второй вариант больше мне нравится. А вам? Что нужно делать? Приглашать в интернет-магазин, приглашать на наши встречи в офис, либо ко мне в Zoom, не обязательно на продуктовую тему, мы можем договориться, поговорить о возможностях заработка. Мария, я вам лично это говорю, потому что с девочками у меня регулярно встречи и в Zoom, и в WhatsApp, вот, а у вас есть уникальная возможность приглашать ваших знакомых на встречу со мной, чтобы я поделилась возможностями заработка. Мне обязательно говорят, что это Арифлейм, можно просто сказать о том, что хочу тебя пригласить, да, на удаленную работу, я работаю сейчас в очень крупной компании, у меня все получается, у меня есть партнер, который меня этому обучает, хочу тебя с ним познакомить и пригласить на встречу. Как вы считаете, Мария, это реально? Ну, это, конечно, реально, но надо просто подумать, потому что мы с знакомых немножко сузимся. Смотри, Мария, знаешь, самое главное, когда будешь думать, не надо думать за них. Будет, не будет, захочет, сможет, не сможет. Раз, это очень важно, пока ты будешь думать, их кто-нибудь позовет другой в Арифлейм. Тебе не выгодно, чтобы их позвал кто-то другой. Тебе выгодно прикрепить их к своему интернет-магазину, да, поэтому нужно что сделать? Составить список знакомых в первую очередь. Дальше подумать, когда составишь список знакомых, поставить напротив каждого человечка оценочку, насколько ты на них влияешь, твою, знаешь, оценочка степень влияния. Вот есть люди, которым ты скажешь, там, допустим, Маша, там, Катя, там, Таня, слушай, я еду на мероприятие, поехали за мной, там будет круто. И Катя мне скажет, когда? И все, да, и она мне настолько доверяет, и она просто поедет со мной. Вот это говорит о том, что влияю я на нее, ну, на оценочка 9-10, понимаешь? Вот, а если ты не сильно на них влияешь, ставишь пониже оценочку. Зачем это нужно сделать? Затем, чтобы после этого созвониться со мной, и мы с тобой обсудим, как вот эту девочку пригласить, какими словами, куда ее лучше пригласить, да? А как вот эту девочку? Поняла, да, Мария? Да, поняла. Вот, это несложно, то есть получается, что если ты сразу начнешь звать, ну, может и получится, я даже не сомневаюсь, а может получится так, что ты отпугнешь этого человека. Исправлять ошибки всегда сложнее, чем, да, делать это правильно. Ну, здесь был другой вариант. Вот надо сейчас поставить перед собой реально цель, куда вы хотите к Новому году. Посмотреть, где вы сейчас, что вы хотите через год. Я вам предлагаю через год стать старшим золотым директором. Кто такой старший золотой директор? Специально говорю для Марии. Это человек, у которого три директорских команды, то есть три человека из пятерых. Мы пять, помнишь, ведем, но всего трое станут директорами. Вот пять ведем, а всего трое станут директорами. И тогда доход у тебя будет в каталог более 150 тысяч. Что нужно для этого сделать? Поставить перед собой действительно эту цель, а дальше разбить на каждый каталог, какой тебе нужно иметь результат. Предлагаю в этом каталоге, вот уже в этом каталоге, подумать над тем, что уже в этом каталоге ты можешь пригласить кого-то. Я сейчас говорю всем абсолютно. Именно ты можешь пригласить несколько человек. Человека три, четыре, пять можно. Если каждый день вы будете, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота каталог заканчивается, вы с этими пятерыми пойдете в следующий каталог. И поверьте мне, с этими пятерыми мы с вами вместе можем так поработать, что каждый из них выйдет на 9%. Понимаете? Пять человек, с которыми вы в следующий каталог вступите, и мы с ними пойдем, будем развивать их магазины, я им буду помогать, и вы вместе со мной, и они выйдут на уровень 9%, а это вам даст возможность выйти на 15%. 15% это уже хороший жирный шаг, чтобы в первом каталоге выйти на 22%, потому что мы с этими пятерыми в следующем каталоге в январском поможем им выйти на 15%. Понимаете? Все меня услышали. Маркетинг-план, он огромный, огромный. Я только вам маленькие три ступенечки предлагаю в ближайшее время осуществить. Методов рекрутирования, приглашений людей тоже очень много. У всех ваших спонсоров есть, вы всегда можете задавать им вопросы. Знаете, есть такая фраза, грубо звучит, но правда, нужно уметь иметь своего спонсора. Я вам этого сильно желаю, бесконечно спрашивать, где мне брать людей, как мне приглашать, как мне приглашать, потому что Света сказала, на следующей неделе пять, потому что мне с этими пятерыми надо в следующем каталоге, чтобы они вышли на 9. Как? Где брать людей? Где брать людей? Где брать людей? Не уставайте задавать вопросы своему спонсору, потому что время и скорость вам выбирать, когда вы хотите достичь и с какой скоростью вы хотите достичь этого успеха. Знаете как? Вот мне очень нравится вот эта картинка, я ее просто обожаю. Прямо сегодня ее искала и прям специально для вас нашла. Мечтайте, сильно мечтайте, потому что, знаете, вот прям круто там, иди, беги-ка к своей мечте, не получается, там, ползи, да, не получается нуляк в направлении своей мечты, хотя бы в эту сторону, и у вас обязательно получится. У Арифлей много всего есть крутого, да, крутой продукт, крутой маркетинг и крутая команда, и это именно вы с крутыми партнерами. Я вас очень сильно люблю и надеюсь, вам сегодня было полезно все-таки, да, и знаете как, да, может быть много, но мне кажется, мы затронули все, и обязательно встретимся в ближайшее время еще раз и поговорим, возможно, о других продуктах, невозможно, точно о других продуктах, потому что следующий каталог, он мне загорали. Вот, всех обнимаю, всех целую. Мария, особенно с вами было приятно встретиться, потому что с девчонками я регулярно встречаюсь и в офисе, и в ватсапе, и по телефону. Надеюсь, Мария, мы с вами будем часто-часто общаться. Если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста, включайтесь, добавьте. Например, Ольга. Свет, спасибо большое, очень ценно, полезно, прям энергично. Только слова благодарности. Да, Свет, спасибо, ты как обычно великолепна. Я вас тоже люблю. Всем хорошего вечера, беспокойного, знаете, мысли, пусть они как скакуны, да, с идеями, где нам взять пять ключевых срочно партнеров, договорились? Спасибо. 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 Спасибо.